Отдыхая в Сочи, обязательно посетите парк Ривьера. Расположен в центральной части города и является одной из главных достопримечательностей города. Парку более 100 лет. Он был основан в 1898 году известным российским предпринимателем Василием Алексеевичем Хлудовым. В 1902 году парк был передан во владение сочинской городской казне. Хорошо обустроенные дорожки располагают к неспешным прогулкам по аллеям парка. Расположено много детских площадок. Продолжение следует... Блин, резко-то так не надо! Я не могу! А он слепает? Да, прямо тут рисунет. Стром, дом и клайка. И клайка. В парке много зелени. Почти круглый год цветут деревья и цветы. Очень много аттракционов. Весь абсолютно персонал приветливый и внимательный. Как и любой парк, это для взрослых людей снова стать на миг ребенком. А для детей просто счастье и радость. В парке всегда красиво, чисто и интересно. Очень много мест для памятных фото. В самом парке есть памятники, инсталляции, имеются кафе, разные выставки. Также колесо обозрения, прокатившись на котором можно увидеть весь город Сочи с высоты птичьего полета. Очень красиво весной, когда цветет сад роз, на фоне которых получаются необыкновенно красивые фото. Рекомендую всем непременно побывать в парке Ривьера, отдыхая в Сочи. На территории парка очень много кафе, в которых можно посидеть, перекусить. На территории парка расположен дельфинарий. Проходят замечательные шоу. Программа очень интересная, насыщенная. И главное, это наиумнейшие дельфины вместе с талантливым морским львом. Шоу проходит на одном дыхании. А также можно исследовать корабль пиратов Карибского моря. А также можно сделать фото с разнообразными скульптурами животных. Можно посетить диноклуб «Мир динозавров» парк юрского периода. Это интерактивный парк роботизированных динозавров, предлагающий экскурсию в Мезозойскую эру. Вы встретитесь с 25 рычащими экспонатами. Отлично подходит для всей семьи вместе с детьми. Также можно сделать отличные фото. А также имеется песочница с костями динозавров. Парк каждый год обновляется, что не может не порадовать. Также на территории парка есть бувет с минеральной водой. Развлечений в парке достаточно много. Аттракционы на разный возраст и вкус. Здесь красиво не только в дневное время, но и вечернее. Вход в сам парк бесплатный. А платные это аттракционы, океанариум, какие-то выставки, конные шоу, катание на лошадях, кафе. По парку можно просто погулять. Ну а вечером здесь особенно красиво, когда расцветают всевозможные подсветки. В парке есть традиция. Уже много лет космонавты, прибывающие в Сочи на отдых, сажают магнолию. Первую магнолию посадил Юрий Гагарин 15 мая 1961 года. А это дача Хлудова. Его еще называют теремок в Сочинском парке. Бесспорно, двухэтажная дача Хлудова является жемчужиной парка. В данное время это бутик-отель под названием усадьба Хлудова. На территории красивый зеленый сад, а также подогреваемый бассейн. Также имеется финская сауна с отделкой можжевельником, турецкий хамам и купель. Если вы хотите, чтобы ваше место отдыха было с историей, как раз усадьба Хлудова это то, что вам нужно. Предлагают номера категории люкс и апартаменты с оборудованием кухнями. Интерьер каждой комнаты уникален и различается отделкой и цветовой гаммой. На территории парка есть искусственный пруд, который полностью повторяет форму Черного моря. Его заселили подводной живностью. Там плавают рыбки, также есть кувшинки, черепашки. Сейчас это одно из красивейших мест парка. Черепашка живая. На сегодняшний день это одна из самых популярных достопримечательностей парка. Самая красивая фотозона и чудесное место для отдыха. В летнее время обитателями пруда являются лягушки, которые распивают на все лады. Мам, а я. А чем они питаются? Ей, наверное, насекать не надо. Хе-хе, прикольно. Хе-хе, прикольно. На главной аллее парка открыли двухметровую скульптуру его основателя, выполненную с применением современных кокологических материалов. А также установлен современный многофункциональный интерактивный информационный стенд об истории Ривьеры, который погружает посетителей парка в прошлое с использованием современных цифровых технологий. Визитная карточка парка – это скульптурная композиция перед входом, настоящие часы в виде золотой жемчужины, лежавшей в раскрытой створке раковины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова